Здравствуй народ, на связи Хакот и это новостная рубрика с проекта Орда Альянс, 6 сезон, 1 вайп. Вайп начался с крупномасштабных сражений, которые осветить к сожалению у меня не выйдет, так как в связи с митингами в Республике Казахстан у меня не было доступа в интернет. Просьба к участникам боевых действий описать те события во всех подробностях в комментариях к этому видео. Вторым значительным событием на сервере стал банк части клана FNX за попытку привлечь администрацию оскорблениями администрации, что по правилам сервера может караться баном. Если вдруг у вас есть желание донести какие-либо мысли администрации, рекомендую действовать строго в адекватном ключе, а также выражать ваши мысли в техподдержку магазина сервера. Ваши мысли, жалобы и предложения рассмотрят техадминистратор Влад Зарепа, а также руководитель проекта Михаил Флэш. Во время администрирования сервера случайно стал свидетелем подводной операции клана Ова. План был довольно дерзкий и интересный, однако не увенчался успехом. Один из игроков Орды воспрепятствовал успешному завершению операции, и в живых остался лишь один из представителей группировки Ова. К сожалению, в связи с проблемами, с которыми столкнулись многие жители РК, я почти полностью выпал из рабочего процесса и наблюдения за происходящим на сервере. Поэтому объем новостной сводки из этот вайп вышел довольно скромным. Тем не менее, мы можем очень многое узнать, проведя опрос среди игроков, и получить ответы на многие из них из первых рук. Миша, привет! Привет! Я провел небольшое интервью с восьми игроками, по половине от каждой фракции, отыгравших на первом вайпе этого сезона. Сможешь ли ты приоткрыть немного для игроков занавес того, как жизнь сервера выглядит со стороны администрации? Почему приняты те или иные решения, и почему некоторые предложения игроков могут быть полезны, а некоторые совершенно недопустимы к реализации? Постараюсь. Первый вопрос поступил от игрока Сталкера. Он спрашивает, почему не было второго сервера в этом сезоне? Потому что проект Рода Альянс никогда не задумывался как двухсерверный. В прошлом сезоне мы открывали второй сервер экстренно, потому что была какая-то аномальная активность. То ли из-за китайского клана, то ли из-за еще чего-то. Там было 700 плюс очередь или человек, я уже точно не помню, но сам факт, что понадобилось экстренно открывать второй сервер. Но это никогда не задумывалось. Поэтому, естественно, в этом сезоне я специально целый год молчал про сервер Орда Альянс. Не выпустил ни одного ролика перед его открытием, чтобы как раз-таки снизить вообще его популярность и вообще не напоминать никому о его существовании, чтобы зашли только те, кто его помнит. Чтобы тем самым снизить как раз-таки очередя. Но это не особо помогло. Все равно там 200 плюс очередь в первые вайпы во второй стояла. Но еще раз повторюсь, он никогда не задумывался как двухсерверный. Поэтому мы перетерпели это, не открывали все равно второй сервер. Это первая как бы причина, что он не задумывался всегда на два сервера. Потому что даже в том сезоне, когда мы открыли второй сервак, он даже чуть больше половины забился. И все равно основная масса продолжила стоять в очередь на первый сервер. Потому что все хотят играть на первом сервере. Типа там пишется история, там все знаковые игроки играют. В общем, все равно нет такой популярности у второго сервера. Это первая причина. А вторая, если прям серьезно задумываться об открытии именно второго сервера, который работает параллельно с первым. Соответственно, очень тяжело тогда будет администрировать. Это нужно на второй сервер тоже самое подбирать. Качественную команду, а с кадрами в наше время очень тяжело. Потому что найти хорошего админа, которому ты будешь полностью добирать весь сервер, который может по одному нажатию клавиши, так сказать, всем все выдать, либо там что-то испортить, это очень сложно найти такого админа. Поэтому я всегда концентрируюсь только на одном сервере. Как-то так. Поэтому не планируется открывать. И поэтому будет именно держаться популярность первого сервера на таком уровне, чтобы просто его забить до упора и все. Чтобы не было там лишних очередей. А также сталкер спрашивает, будешь ли ты записывать ролики по событиям с Орда Альянс, как, к примеру, ролик «Загнанный в угол», в котором пару-тройку игроков загнали в ловушку в огромном клановом доме. Как ты по бумажке читаешь. К сожалению, сейчас времени нет вообще ни на какие записи. Раньше я это снимал, да, но раньше раз был другой. И Орда Альянс была другая. Там было минимум плагинов, минимум каких-то сложных моментов. Раз не стоит на месте, каждый год он усложняется, контент добавляется и проблем, соответственно, прибавляется тоже. Начиная от карты и заканчивая, опять же, механикой и так далее. И, соответственно, с каждым годом ты просто в момент запуска, не то что записывать там видео какое-то, даже есть и спать некогда. Ты только сидишь и вечно занимаешься решением возникших багов, проблем, доработкой и так далее. И снимать какие-то интересные моменты просто не остается возможности. Но благо есть Витя Хакот, который админит. И, насколько мне известно, он успевает что-то где-то подснять, потому что он постоянно летает по заявкам. И, соответственно, ему проще находить такие моменты. Хотя их даже стараться искать не надо. Они постоянно что-то происходят. Я имею в виду, ему проще записывать, потому что у него чуть больше в этом плане есть времени на сервере. Поэтому как-то так записывать, к сожалению, у меня уже не получается давно. Спасибо за ответ. Ну и я действительно читаю по бумажке, потому что я заранее заготовил вопросы, которые я выделил от игроков. Ну и сейчас я их, грубо говоря, просто зачитываю. Да, понятно, что ты по бумажке, тебе легко, а я сразу отвечаю. Дальше игрок Мунли спрашивает, возможно ли сделать два уровня поддержки лидера фракции? То есть, если лидер фракции набирает 50 голосов, то просто получает приписку в чате. Если 100 голосов, то получает возможность исключить другой игрока в изгое или какие-то другие возможности. Идея очень отличная. Как только я ее прочитал, сразу понравилась, потому что приписка в чате, понятно, она особо ничего не дает. Но когда человек набирает 100 голосов, то это уже кредит доверия очень большой. Соответственно, люди ему доверяют. И не помешало бы наградить его в большей какой-то полнотой власти. Там был вроде вариант выгонять в изгои, но я против сразу же, категорически против такой функции, потому что у нас все описано в правилах по поводу изгоев. И как раз-таки мы с игроков сняли такую проблему в этом плане, что не надо ничего решать, все написано в правилах. Если человек нарушает что-то, прилетит админ, предупредит. Человек, если не понял, потом добавляется в изгои. А у короля такой возможности нет. Это обычный игрок, который занимается совершенно другими делами, там рейдами, планированием, таверной. И просто он физически никак не сможет 150 человек отследить и кинуть нужного человека в изгои. То есть он должен полностью летать по карте, смотреть, разбираться в разных ситуациях, иметь доступ к логам, смотреть, где чье имущество, где кто куда зашел. То есть это невозможно. И, соответственно, риск неправильного решения возрастает просто до бесконечности. То есть любое решение практически короля, это, можно сказать, почти будет ошибочным. Потому что он не имеет всей картины. Он будет просто судить из своих каких-то внутренних ощущений, добавить человека или нет. А, соответственно, это может очень сильно не нравиться другим людям, которых добавляют в изгои, потому что им будет казаться, что, блин, да человек даже не разобрался, король, а уже кидает в изгои. И, соответственно, это просто породит огромный хаос, которого я не хочу. Поэтому именно этой функции 100% никогда не будет у игроков, ни у королей, ни у кого, а только у админа. А вот дополнительная функция, я говорю еще раз, мне эта идея очень понравилась, и мы уже прорабатываем на данный момент, чтобы в феврале реализовать эту идею, очень интересную, как нам кажется, по поводу дополнительных функций для короля. Реальных функций, не просто приписка в чате, а прям реальная функция, которая будет прям очень сильно влиять на всю фракцию в целом. Это реально будет интересно за этим понаблюдать. Но какая именно, пока раскрывать не будем. Спасибо. Игрок Апокалипсис спрашивает, возможно ли сделать предварительный анонс карты в ВК-группе сервера? Если такой возможности нет, то почему? Да, некоторые люди меня иногда спрашивают, ну там их по пальцам можно пересчитать, в основном это либо вождь, почему-то в вожди всегда спрашивают, король ни разу, как он никогда не спрашивает, почему-то в вожди, они более агрессивно настроены, соответственно я никогда не предоставляю такой возможности. Объясню почему. Потому что не все люди имеют возможность зайти в группу, отследить карту, то есть посмотреть ее расположение. Я-то понимаю, для чего требуют люди некоторые анонсы карты заранее, чтобы сразу понять, где, куда бежать, где лучше строиться, и спокойно там за сутки посидеть, все просчитать, всякие пути, где быстрее занять место, чтобы сразу атаковать там чужую фракцию, либо там место под солнцем лучше выбрать возле какой-то РТшки. И соответственно эти люди получают огромное преимущество перед теми людьми, которые не заходят в группу, которые не отслеживают новости, а просто заходят поиграть на серверах. Таких, ну, наверное, большинство. И соответственно они становятся в неравном положении. То есть небольшая кучка людей, там клан, там знают карту и знают, куда бежать, что делать. А большая куча людей не знают карту, не знают, куда бежать и что делать. И соответственно только вайп начинается. Одна куча начинает действовать очень слаженно, потому что они уже все просчитали, а другие просто там, ну, на месте, грубо говоря, уже изучают карту. Это тоже свой интерес. Потому что когда вайп происходит на официальном сервере, ты когда заходишь на новую процедурку, никаких анонсов нигде нет. Все начинают действовать прямо исходя из ситуации. На месте тут же оценивать обстановку, расположение удачное. И все в равных условиях. Поэтому я придерживаюсь такой политики, что я не предоставляю карту заранее небольшой кучке людей, ну, как бы вот исходя из этих причин. Чтобы все были в равных условиях. Я понял. Спасибо. Игрок VTR спрашивает, возможно ли сделать вайпы двухнедельными? Нет, скорее всего. Потому что мы вроде через это уже проходили на самом-самом старте сезона. Я имею в виду 2017 год, 17-18. Самые ранние версии. Там, кажется, был двухнедельный вайп, но, опять же, через неделю уже на сервере никого нет. Потому что сервер, как ни крути, боевой, а не мирный. Это на мирном. У нас там раз в две недели или даже раз в месяц бывает вайпы. Сервер боевой. И, соответственно, через неделю все уже наигрались и все ждут заново, чтобы на чистой карте, с нуля рвануть, застроиться, где-то что-то построиться. В общем, это не наше какое-то ноу-хау. Или это практика всех практически мод серверов. Куда ни взгляни, я их не буду перечислять, но все все знают. Там, наверное, 95% это недельный вайп. Потому что за неделю все наигрываются, отдыхают и опять новая неделя в новый бой. А если сделать две недели, за неделю все наиграются, а потом вторая партия, которая придет, думает, да что я уже буду заходить на сервер, который неделю живет. Там уже все изучено, огромные клановые базы. И что я буду начинать с камня сидеть, когда меня это все долбят? Нет. Я лучше подожду следующего вайпа. И в итоге мы получаем, что первую неделю все играют, а вторую там пять человек сидит на сервере, просто сервер простаивает. Это уже пройденный этап, поэтому недельный вайп, это, я говорю, 95% мод серверов идет с недельным вайпом. А у нас все-таки арт-альянс это полностью мод сервер. Хоть ориентированный на классику. Да, какие-то моменты классические, но именно по устройству, то, что у нас на две фракции разделена куча блоков, блок оружия, донат-магазин, это, естественно, мод сервер. Спасибо. Игрок InVis спрашивает, возможно ли добавить игрокам право голосовать за исключение другого игрока своей фракции в изгое? Да, это тоже уже из разряда наделить короля функция добавления человека в изгое. Нет, все прописано в правилах, четко и ясно, если человек мешает своей фракции, просто пишите, ну, по сути, голосование человека в изгое добавить, это вот слэш админ, мне человек мешает играть, все, это, по сути, есть голосование. Прилетает админ, объясняет человеку первый раз, что он нарушает правила, так делать нельзя, если поступит на тебя еще одна жалоба, соответственно, ты будешь добавлен в изгое, все. Человек не понимает, продолжает дальше мешать фракции, вы пишете второе сообщение, слэш админ, сразу уже с двух голосов вы можете добавить человека в изгое, это, по сути, она уже есть, эта функция, добавить человека в изгое. А просто так, если вам он нагрубил в чат, или у вас личная неприязнь, естественно, такого никогда не будет, что просто из-за личной неприязни вы захотите кого-то заголосовать, там 50 голосов, В принципе, Витя, не слышно. Извиняюсь, у меня тут что-то Дискорд перезагрузился, и я прям завершение твоей речи не услышал, но я думаю, основной смысл понять это. Да. Так, хорошо, хорошо. Также Инвиз предложил добавить раздел ответы на вопросы в ВК и Дискорде, где будет сборник самых популярных вопросов, на которые дан ответ. Это может пригодиться для того, чтобы не отвечать по множеству раз на одни и те же вопросы разным людям. А игрокам даст возможность самостоятельно найти ответ на интересующую их тему. Ну, идея, да, нормальная, она, скорее всего, применяется во многих других группах ВКонтакте, там по серверам и так далее, но практика показывает, что у нас там висят список правил на самом первом месте ссылка там. Мало того, что они висят в группе, ссылка на правила, где все описано, все ответы на ваши вопросы. Есть еще при оплате пропуска на сервер даже там тоже ссылка. Короче, везде, когда ты даже заходишь на сервер, у тебя вот это окно, менюшка, там тоже ссылка на правила и тоже основная. И что показывает практика, вообще никто ничего не читает. То есть у нас везде, где только можно, запихано перед глазами ссылка на правила, где все расписано, все описано. правила поведения, чего только угодно. Все равно люди туда не заходят, постоянно у них появляется вопрос. Спрашиваются тогда, да если добавить 10 еще ссылок, ну от этого ничего не изменится. Если добавить 10 ответов на популярные вопросы, все равно люди будут их задавать. То есть сделать-то можно, но потом и тот же инвиз задаст другой вопрос. А почему мы не добавим еще где-нибудь что-нибудь, ответы на то, что там не читают. Ну добавить-то можно, я говорю, просто люди вообще сейчас не любят читать. Они заходят на сервер, сразу начинают играть. Ну просто правило сервера, это правило сервера. Тут я думаю подразумевается там, что там со слотами, там или еще какие-то вопросы, которые часто тебе там в личку задают. Одни и те же вопросы. Ну со слотами ты же не, ну каждый раз по-разному. Разные причины есть по слотам. Есть где-то ограничивает технические возможности, есть где-то ограничивает возможности плагина. И ты каждый раз получается, ну каждый раз ответы разные. Почему там одно, почему другое, ты не можешь постоянно дать один и тот же ответ на конкретный вопрос. Всё, что дано конкретный ответ, как раз таки в правилах и описано, что можно делать, что нельзя, он никогда не изменится. Там ответ, всё чётко прописано. А такие ответы, они каждый раз могут быть разные, это нюансы разные. Я понял. Всё, огромное спасибо за уделённое время и огромное спасибо за весь труд, который ты направляешь на развитие проекта Орда Альянса. Да, спасибо тоже всем, кто слушал, и спасибо всем, кто играет на сервере. Вы мне очень дорогие, я каждый раз, когда начинается сезон, мечтаю, чтобы он быстрее закончился. Понятно. Да, всё, всем пока.